В эти дни мы отмечаем очередную годовщину начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистской армады в битве под Москвой. Для Дмитрова это особенное сражение, ведь именно у границ нашего города началась дорога Фобедоносный 45-й. Однако, несмотря на историческую значимость битвы за Москву и наличие массы документов и свидетельств того времени, вокруг этого важнейшего сражения Второй мировой до сих пор формируется множество мифов и заблуждений. Об этом мы на днях поговорили с известным Дмитровским краеведом Василием Карасевым. Считается, конечно, вы знаете все даты 5-6, но вспомните, что маршал Жуков говорил так, что под Москвой не было такого, как под Сталинградом, единовременного переходного наступления. Там в один-два дня, хотя под Сталинградом тоже в два дня наступали, 19-20 ноября. Здесь было наступление в виде развития контрударов. И вот один из этих контрударов нанесла первый удар на армию 1 декабря. И 1 декабря был успех, потому что продвинулись километров на 10 сразу. Это было нетрудно, конечно, потому что там несколько деревень были заняты какими-то мелкими группами немцев, дозорными. Это Дьякова, Григоркова, мало кто слышал даже, может быть, Ратакии. Но это первые деревни, которые были освобождены в период контрнаступления под Москвой. И это произошло 1 декабря. Потом начались бои тяжелые за Языкова, а здесь ближе к нам за Степанова и Яхрова. И вот практически целую неделю пытались взломать эти узлы обороны. Они переходили из рук в руки несколько раз, особенно Языкова. И в Степанова наши войска врывались и в Яхрову. Мы их все время отбрасывали, потому что здесь оборонялась танковая дивизия. И немцы всегда были, так сказать, наготове к танке для контрудара. Начнем с самого известного события оборонительного периода боев на севере Подмосковья. Это отражение попытки противника закрепиться на восточном берегу канала Москва-Волга напротив Яхрова. Этому бою предшествовал захват автогужевого моста через канал. Рассказ о том, что противник смог обезвредить охрану моста, переодевшись в красноармейскую форму, повторяется в большинстве современных публикаций, посвященных боям в районе Яхрова. По-видимому, их авторы считают, что это обстоятельство как-то оправдывает наших командиров и бойцов. В действительности же тому, что кто-то попался на хитрость врага, нет никакого оправдания. И тем более в этом нет никакой доблести. Более того, если кто-то в советской форме смог открыто приблизиться к часовому, то это говорит о грубейшем нарушении устава гарнизонной и караульной службы, что является не просто разгильдяйством, а воинским преступлением. Поэтому популяризаторы такой версии событий, возможно, не отдают себе отчетов в том, что характеризуют с очень плохой стороны воинов Красной Армии. Однако со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что все происходило гораздо проще. Вражеский солдат тихо подобрался к часовому и снял его. Также уверенно можно сказать, что на немцы в это время было что-то вроде белого масхалата, и то, что было под ним, уже не имело значения. Миф, ну хотя бы миф тот же, что про дату контрнаступления. Вот 6 декабря, так сказать, это, ну это не миф, это так выбрали, грубо говоря, военные историки эту дату. Произвольно? Да, ну не произвольно. Вот, говорит, 30-я армия пошла вперед, и тот же день она начала отступать противник. А 5 декабря, кстати, Калининский фронт перешел в наступление, ну неудачное. То есть, ну 5-6 считается. А реально, так сказать, первый контрудал был, первый ударный армия 1 декабря. Потом 20-я армия, вот южнее, в Красной Паре, тоже начала наступление 2 декабря. А 6 декабря 1-я ударная армия, она, так сказать, уже приказ ее на этот день. Там больше похож приказ на переход к обороне. Далее, накануне появления немцев у канала, его работники начали операцию по созданию инженерного заграждения путем затопления поем рек Сестра и Яхрома. Был открыт водоспуск из канала Южная Яхрома и перекрыт очищение Сестры в окрестностях Дубны. Там тоже был открыт водосброс из канала в реку. Поэтому на обоих реках был взломан лед и начался павод. В том, что такая операция была произведена, никогда не было никакой тайны. И вот уже на наших глазах в 2000-х годах был создан миф на эту тему. Он касается масштаба в затоплении территории. В 2008-м, что ли, году появилась статья, она в интернете лежит, совсекретно. Там показана карта затопления, что тут залито вот все от Яхрома, грубо говоря, до Дубны сплошное озеро. Но это чушь, хотя бы потому, что уровень воды в каналах там где-то 125 метров, а есть там высоты 160. Вода вверх не течет. Но тогда это было еще модно, что Сталин утопил десятки тысяч человек. Реально, вот эти же люди, они пытались опросить жителей тех деревень, которые расположены в устье сестры. То есть не в устье, а вот где она под каналом проходит, где там было перегорожено. И люди просто не помнят даже, о чем вы спрашиваете такое дело. Но то, что вода поднялась, это точно. Немцы отметили это. Есть свидетельство противника. Вот Яхромское поле было залито частично. Шел поток напротив Пешновского моста. Там они где-то 100 метров ширины. Так что вода лилась. То есть этот рубеж был создан. Но я говорю, противник, он предвидел, кстати, это. То, что можно будет взорвать стенку канала, вылить сюда воду, и произойдет затопление. То есть он не собирался, в принципе, сюда соваться. Но те люди, которые это делали, они, конечно, этого не знали. Они выполнили свой долг. Если они там получили награду, это я не знаю точно, были награждены за это дело, то они, конечно, все получили заслуженно. Многие мифы стали следствием аберрации памяти, когда более поздняя информация накладывалась на ранние впечатления. Во время войны участники боевых действий, особенно рядовые, совсем не думали о том, что они со временем будут делиться с кем-то воспоминаниями о каком-то конкретном эпизоде. Тогда каждый жил одним днем. Введение дневников было запрещено, письма подвергались цензуре. Тот, кому удалось пройти всю войну спустя десятилетия, мог полагаться только на свою память. А она хранила только самые яркие моменты, первый бой, обстоятельства ранений и тому подобное. Но и здесь более поздние впечатления сильно искажали первоначальную картину. Так возникло много мифов, основанных на рассказах ветеранов.